Представьте себе, что нарисована совершенно огромная таблица из клеточек. Будет писать количество способов попасть в очередную клетку. Так, а теперь правило, как можно ходить. Можно идти из любой клетки на единицу вправо и вниз. Можно идти на единицу вправо и вверх, и можно идти ровно на две клетки. Заметьте, ход на единицу сейчас запрещен. Давайте аккуратно выпишу эти самые возможности. То есть можно сдвигаться на 1-1, на 2-0 и на 1-1. Вот они, три варианта. Я, повторяю, сейчас расчерчиваю такую вот таблицу. Ее надо себе представлять как бесконечную. Можно ходить только вправо? Можно, да-да-да, возвращаться влево нельзя никогда. Еще одно правило. Нельзя спускаться. Запрещено. Ниже осердствия. То есть мы выходим из клетки, вот из этой. Дальше идем. Господа, смотрите. Поскольку запрещено спускаться, вот здесь я несу, что уже земля-земля туда нельзя, то единственное, что вы можете сделать, чтобы попасть в этот клеток, это идеальство. Поэтому я пишу. Вначале мы, конечно, обязательно находимся. То есть мы находимся там, что называется, единственным способом, да? Я в каждой клетке сейчас напишу количество способов попасть в эту клетку, начиная с этой. Что? Абсолютно разумно. Дальше, вы все правильно. Я сейчас фактически буду складывать числа в клетках. Объясняю. Вот чтобы сюда попасть, можно либо отсюда, либо отсюда. Это два варианта. В этот клеток, как, впрочем, и во все следующие, очевидно, можно попасть только одним единственным способом. Потому что достаточно вам хоть где-нибудь пойти горизонтально, и вы уже навсегда оказались вот этим единственным способом. Ребята, теперь давайте смотреть. Вот как можно попасть сюда? Отсюда, отсюда и отсюда. Нет, не тремя. Смотрите. Отсюда один, отсюда один. А сюда-то мы могли попасть двумя способами. Четыре. Четыре. Здесь это один плюс один плюс четыре. Шесть. Здесь. Восемь. Здесь. Десять. Десять. Двенадцать. Здесь. Четырнадцать. Ну, очевидно, здесь будет шестнадцать и так далее. Вот. Заметьте, я уже довольно большую часть таблицы запомнил. Теперь смотрю сюда. Четыре плюс два – это шесть. Шесть, четыре и шесть – это, конечно, шестнадцать. Шестнадцать и шесть – это двадцать два. Так, вот эти вот числа вместе дают сколько? Тридцать. Сорок восемь. По-моему, семьдесят. Да. Здесь сколько будет? Девяносто шесть, по-моему, да? Да. Проверяйте меня, потому что если я собьюсь в одной клеточке, то дальше у меня все. По-моему, сто двадцать шесть, да? Да. Вот. Отлично. Так, теперь, видите, осталось всего чуть-чуть заполнить. Значит, это шестьдесят усилий, да? Ой, сто сорок шесть, если я не ошибаюсь. Так, это уже ужасно. Так, это сто девяносто четыре и семьдесят. Двести шестьдесят четыре. Так, здесь четыре сто тридцать. Двести шестьдесят. Двести шестьдесят. Ребят, я наизусть это там не помню, поэтому вы уж, пожалуйста, внимательно. Так, здесь сколько будет? Двести шестьдесят. Здесь будет... Точно? Да. Девяносто. Тридцать четыре, да? Да. Тридцать четыре. Здесь триста девяносто четыре. Так, я все-таки еще чуть-чуть посчитаю, потому что на самом деле, господа, числа Мишрёдера называют в первую очередь вот эту вот нижнюю строчку. Один, два, шесть, двадцать два, девяносто и так далее. Так. Семьсот четырнадцать. Сколько? Семьсот четырнадцать. Точно? Да. Семьсот четырнадцать. Тысяча четыреста двенадцать. Тысяча четыреста двенадцать. И, наконец, здесь тысяча... Семьсот шесть. Если бы был компьютер, понятно, что можно этих чисел насчитать огромное количество. У меня сейчас вопрос. Представьте себе, что я запретил вам рисовать вот этот вот треугольник. Или еще лучше. Вот здесь вот у нас консультация. Просто мы уперлись в не полезен журнуре. Да. Просто у нас нет физической возможности, там ничего писать. А у нас есть только одна вот эта строка. Вот только одна эта строчка. И это стандартное такое, в общем, ритмое название для этих самых чисел. Для чисел Швёдера. Итак, бывает. Моль, один, да, да. И я сейчас выпишу эти числа. И задаю вам простой вопрос. Можете ли вы только по этим числам найти те числа, которые будут дальше? То есть, понятно, что последовательность бесконечная, конечно, да. Но вот интересно, способны ли мы с вами вычислить следующие члены последовательности, зная вот эти вот вычисленные нами только что числа. Вот, мы вычислили до шестого места. Вычислили до шестого места. С нулевого по шестое. Как найти седьмое число, не рисуя весь... Меня сейчас, ну, да, интересуют конкретные и самые числые. Вообще, в комбинатуре есть много всяких интересных последовательств и так далее. А меня интересует объяснить вам вообще общую идею. Как можно по каким-то количествам, уже известно, да, как можно вычислять другое количество. Как найти решение задачи для семей через предыдущие числа. Надо придумать то, что называется рекуррентная формула. Меня сейчас не волнует конкретная идея. Как посчитать очередное число. Даже если там мы где-то ошиблись, там, что-нибудь сложили не так. Это все мелочи. Как посчитать число по сути. Можете сказать или нет? Считаем. Да. Закономерность – это замечательно. В простых задачах, когда вы видите... Ух ты, один, два, три, четыре, конечно, так дальше будет, да? В простых задачах это называется «убидели закономерность». Замечательно. Но не особо, главное, здесь у нас. Последовательность чисел растет явно каким-то довольно хитром образом. Поэтому надеяться на то, что вы просто так скажете какую-нибудь простую формулу, здесь явно не приходится. А давайте я посчитаю количество клеточек. Смотрите. Вот сколько клеток идет отсюда, и это числа – 1806. Знаете? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То есть, если нас интересует шестое число шлепка, то мы берем полоску из тринадцати клеток. Согласны? Да. Отлично. А когда нас будет интересовать седьмое число шлепка? Седьмое число шлепка. Седьмое число шлепка. Вы возьмете полоску из? Пятнадцати. Пятнадцати клеток. Отлично. Так давайте я их рисую. Раз, два, три, четыре. Пятнадцать. Отлично. Наш маршрут начинается вот здесь. Очень хорошо. Закончится он должен вот здесь. Нас интересует количество способов это сделать. Ребята, а теперь замечательная простая идея. Вообще-то мы можем или пойти вот сюда, первый ход, сдвинуться на две клетки, это наш ход, это сдвинуться на вектор два, правильно? Или другой способ, это пойти куда? Наверх, где мы. Вот сюда. Ребята, и, собственно говоря, по-другому нельзя. Теперь вопрос. Сколько вот таких способов? Один. Вот столько. Нет, конечно. Способов от этого места дойти сюда, их ровно столько, сколько предыдущее число шлепка. Потому что вы начинаете маршрут с этой точки, и вот здесь вот у вас 13 клеток, правильно? И значит, вот таких вот пути, которые начали, начались так, а дальше, ну я не знаю, как они могли идти, там, куда-то залезать вверх, или что-то такое дело, их ровно столько, сколько вы только что посчитали. Значит, я так и пишу. Это есть шестое число Шрёдера, то есть 1806. Так, теперь дальше вот такая штука. Господа, смотрите. Если мы залезли на следующий уровень, то когда-нибудь мы с этого уровня должны будем спуститься, правильно? Вопрос. В каком месте мы с этого уровня спустимся? А тут варианты. Могли спуститься в самом конце. Могли спуститься вот так. Могли так, могли так. Так, на самом деле здесь много вариантов. Между прочим, можете сразу спуститься. Давайте для каждой из этих клеточек мы сообразим, сколько существует способов так пройти. Вот смотрите. Вот если так прошли, то после этого это опять С от 6. Это тоже самое число от 1806. Если мы прошли вот так, то смотрите, какая забавная вещь. Мы тогда здесь не спускались ниже этой штуки. А как мы могли не спускаться ниже этой штуки? Это на самом деле либо вот так, либо вот так. Это два способа. С от единицы. С от единицы. С от единицы, да. Это С от единицы. Давайте я сюда как-то напишу. С от единицы. И после этого, когда мы сюда спустились, то надо пройти вот такой вот путь. А это называется С от 5. Ну, господа, я сейчас давайте напишу полную формулу. И после этого я пытаюсь ее объяснить. С от 4 умножить на С от 2. И бывает С от 5 умножить на С от 1. Так, С от 1. Давайте я буду соображать, чему соответствует. Вот эта штука соответствует самой первой стрелочке, да. Раз стрелочка, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, это вот так. Это, да, это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кстати, я не написал еще одно слагаемое. С от 6 умножить на С от 0. С от 0 единица. Кстати, я здесь тоже на самом деле плохо написал. Надо было написать С от 6 умножить на С от 0. В другом порядке. Да, в другом порядке, спасибо. С от 0 умножить на С от 6. Наверное, в таком виде формула будет вам понятна. Так, теперь я пишу числа. Значит, С от 5 до 394, 1806 умножить на 1. Я боюсь, что сейчас, там, не знаю, две трети присутствующих вообще ничего не понимают. Поэтому пытаюсь это подробно объяснять. Называется правило умножения комбинатурии. Если у вас есть некоторая штука, которая можно сделать, я не знаю, там, шестью способами, и какая-то другая, которую можно сделать 90 способами, то сделать и то, и то, можно 6 умножить на 90 способами. Давайте я вот это вот место объясню. Посмотрите, здесь есть такое строга. Что это такое? Что это за ситуация? Это ситуация, соответствующая вот этой вот стрелочке. Давайте я ее выделю вот так вот, да? Представьте себе, что вы поднялись, потом как-то выходили, выходили, пришли сюда, спустились, пошли дальше. Сколько способов пройти из этой клетки в эту? Ну, это мы знаем, у нас здесь есть клеточки, всего их 5 штук, мы идем с крайней на пятую. В той таблице такая ситуация есть. Шесть способов. Вот, да, шесть способов. Вот она, да, и это понятно, какие способы. Вот такой один способ, да? Сейчас, вот такой вот есть способ. Вот такой, ну и так, шесть. Соответственно, шестью способами, мы отсюда и сюда проходим, вниз мы спускаемся, конечно. Дальше спустились, и отсюда, сюда, здесь смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь девять клеток, отсюда и сюда мы попадаем НС от четырех, то есть девяносто способов. Соответственно, когда каждый из этих способов комбинируем с каждым из этих, получается шесть умножить на один. Ну, это непонятно, непонятно? Чтобы стало понятнее, а давайте-ка мы такую же формулу напишем для получения числа 394 из предыдущих числов. А вдруг не получится? Там считать гораздо легче, поэтому давайте я ее напишу. Что такое С от пяти? С от пяти это С от четырех плюс С от нуля умножить на С от четырех, плюс С от единицы умножить на С от трех, С от двойки умножить на С от двойки, С от трех умножить на С от одного, и, наконец, надо еще раз сложить это с С от четырех умножить на С от единицы. Так, поехали вспоминать эти числа. С от четырех это девяносто, здесь С от нуля и единица, еще раз девяносто, С от единицы это двойка умножить на С от трех умножить на двадцать два, С от двух на С от двух это шесть на шесть, здесь дальше будет двадцать два на два, и С от четырех на С от единицы это девяносто. Так, господа, складываем. Девяносто, девяносто и девяносто, двести семьдесят, сорок четыре, сорок четыре это восемьдесят восемь. Значит, нам осталось сложить двести семьдесят восемь и тридцать шесть. Складываем, сколько это будет, здесь четыре, единичка, восемь восемь это шестнадцать, триста девяносто и четыре, все правильно считали. Так, пожалуйста, сами для себя по аналогичной формуле напишите двадцать два. Двадцать два равно, да. Шесть плюс шесть на один, да, два два и шесть на один. Правда, правда, молодец. Все, 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 молодец, все. Все, зайдите. Так, мы обещали выйти. Давайте. Ну как, что? Посчитать число девяносто. Написать аналогичную формулу для числа девяносто. Я считаю, что все уже все поняли. Господа, понятно, что в таком духе можно писать, писать и писать. Спасибо. Продолжение следует...